Доброе утро, доброе утро, мои хорошие. Не знаю, знаете, как говорится, не было печали, так рогатые подкачали. Вчера позвонила... Привет. Вчера позвонила Таня, почтальон наш, она уволилась. И вопрос с пенсией теперь ничего не понятно. Вчера говорила с мамой, говорю, давай переведем пенсию на карточку. Она там будет по накопительной. Она... Я не буду. Ты меня расстроила. Я говорю, так а при чем тут я? Да. Идет к тому, что почтальонам не будет, потому что зарплату не платят им. Нет, я не знаю. Я у почтарки Шаноса Юлиановича узнаю. Я говорю, ну узнавай. Дело в том, что или тебе надо будет приезжать лично получать пенсию, но пенсия это вопрос такой. Она получает десятого. Десятого нету. Одиннадцатого нету. Это целый день стоять. А представьте, сколько пенсионеров. То Таня позвонила, говорит, Алла, сегодня будет пенсия, я приеду. Все. Мы ждем. Мы знаем конкретно день. А так, я говорю, что ты будешь там целый день после почты стоять или как? Очень тяжело разговаривать. Тут, во-первых, что, что, не знаю как решить этот вопрос сама. А второй вопрос, что, так и впервые. Нет, я на карточку не хочу. У меня одна карточка есть. Моя там, говорю, это я прошу снять тебе гроши. А тут я говорю, пенсийный я тебе везу. Открывает карточку. Все. Нет. То есть ты меня расстроила. Короче, выслушала. Бог знает сколько. Я буду решать. Я говорю, ну решай, решай. Но я же знаю же, никто решать не будет. Я говорю, потому что я приучила, я вставлю любые вопросы, касающие детей, мужа, мамы, лечения. Все это решает Алла. Все решает. И вот сегодня утром встала, сейчас еду на почту, спрошу директора, что нам ждать. Может, они возьмут другую какую-то почтарку. Вы поймите, что пенсионеры, пенсионеры, вот эти, которые остались, ну, 80-85. Они уже не молодые. Они не пойдут. Они ничего с карточкой не разберутся. Они в магазине не смогут ничего купить. Понимаете? Зачем это делается, я не знаю. Ну, уже коль едут, может, где-то на мойку запишутся. У нас сегодня мороз, а машина грязная после этого. После... Сейчас заеду, наверное, на мойку работает она или нет. наша. Ну, час утра, вот так вот. Сейчас мы вот зайдем и туда работаем. Работает она или нет, нужно записаться на какое-то время. Потому что сейчас мороз 10 градусов передают. Как замерзнет все. А, так она не работает. Не открыта. Нет, там никто даже не ходил и машины не заезжали. Нет, открыта туда клыни. Я вижу, что ни одна машина не заезжала. По снегу, значит, не работает. Вот, развернемся с вами на кругу для нашего троллейбуса, автобуса. И поедем сейчас на почту. Как-то мы так отвыкли от этого машиномонтажа. Надо будет заехать парню, спросить, работает это мой кабинет. Отвыкли от этого района. Раньше он был... О, даже елка у нас есть. Смотрите, вот там, вот там прямо стоит. Надо смотреть от налево-направо. Тут такие михачи. Вот выскочишь. Завтра на почте выходной. Но пенсия не может лежать. Они ее передадут туда, а потом ищи свищи ее, ходи где. Вот это вот сам вопрос. Вот у нас тут, у нас две аптеки сделали. И вот видите, возле аптеки почта. Потому что там почта, сама страшно посмотреть. И так, что вот это так выхвала, здесь а девочка, надо, наверное, вот там встать. И все на почту идут, видите? Ну, надо хоть узнать. Деньги же привозят не в 9 часов, а могут и в 10, и в 11. Могут вообще не привезти. Ну, идемте. После сферизма посмотрите, видите, хотите вспомнить детство, зайдите на почту, на почту на нашу, видите? Какая красота. 40 лет никто ничего не делает вообще. Абсолютно. Видите, сюда вот за пенсию узнают, а туда там за квартиру платят за все. Ну, конечно, плачевность. Но я узнала, что делать. Вчера, оказывается, были деньги, их уже отдали. Теперь закажет начальник, закажет деньги. И я поставила свой телефон, и когда только привезут деньги, она позвонит, и мы приедем, получим эти деньги. Я говорю, что же дальше делать? Уйдемте в машину. Я стояла 10 минут, я замерзла. Продолжим в машине. Короче, ребят, сейчас я маску сниму. Она как же... Вечера кто... Я говорю, так вы же ничего не сообщили. Это я так узнала случайно. Вы никому не сообщили, что такая ситуация, что пенсионеры пусть не ждут. Я говорю, это и Войтенко, наверное, щечка наша ждут. Все сидят в пенсии. Таня не мая, Таня не мая. Она как же... Ну, вот так вот. Почтальон уволился. Вот вчера была пенсия, она пришла, говорит, я увольняюсь. Написала заявление, я не вправе. Так я говорю, как это не вправе? Надо было пусть за пенсию разнес, почтальон потом убирать. Как-то в этот день. Но дело не в том. И вот стояла сейчас тут, ребята, и много же людей за нас. Я давно тут не общалась они с кем. Все-таки мы живем там. Когда тут жил, то хоть на базаре, хоть в магазин, и то общался. А так стою, женщина с резерву проводников, каже, там бригада, каже, поумирала столько людей. И одна женщина, я говорю, вы извините, у вас такое лицо знакомое. Она говорит, у меня сын. Ну, на рыбалку поехал, сердце схватило, умер. А я говорю, а вы вот там живете? Да, так поменялось же, мы все поменялись. Она плачет, бедная женщина. А я говорю, он развился с первой женщиной. Да. Я говорю, хорошая была. Я говорю, я что знаю, потому что моя Саша с вашей девочкой, с внучкой, ходила на танцы. Поэтому у меня зрительная память очень хорошая. А каже, а та вторая так обещала, что все хорошо. Тик и умер, каже, полностью хан толк чистый, главное жилы в ней. Каже, все вынесло. Вторая рассказа, боже, я помню. Короче, вот я стояла 10 минут, но раньше вышла. И никто не сказал, что, боже, как же хорошо мы живем. Как классно. Все говорят, люди поумирали, родственники поумирали, дети поумирали, денег нету, здоровья нету. Я постояла и думаю, и вот это, а наш президент катается на лыжах. Понимаете? У него отпуск. Я понимаю, что это хорошо. Но, значит, все хорошо у человека. Ни одного, ни одного слова хорошего. Здесь стояло человек 8, никто не сказал, что у меня все нормально, у меня все хорошо. Печально, правда? Печально. Так, ну что, ладно, едемо. Сейчас проедуся где-то, посмотрю все-таки, где может на мойку нанять. Я думаю, что вот эти мойки, которые сам моешь там, наверное, не работают, ребяточки, потому что мороз сегодня. Ну, с Москвы, я думаю, у нас тоже придет. Вот этот мороз уже пришел, главное, чтобы снегопады эти не пришли. Я говорю, ой, с каким синяком? Компания, с которой Димка ходил. Я же говорю, что на манеже одни и те же. Одни и те же. Слава Богу, что это грех так говорить, потому что моя дитина сидит, что опять, вот он живый. Его уже в живых не было, как вот эта мамочка. Плачет, каже, поехали на рыбалку, на море. Молодший сын, и все. Я его знаю. Я его хорошо знаю. И, короче говоря, купил бутылку водки, она паленая. Выпив, и вроде погано-погано, возьмем это домой, и в него виз, виз, и все. Короче, токсикация написали, так, сейчас я не вижу, токсикация, и трогнула. 40, 44 года, ребята, 44 года, это же вообще, и как можно? А ну, я сейчас вот у него спрошу. Привет. А скажи, наша мойка не работает? Не работает? А, они зимой не работают, да? А, это я же не знаю, поэтому. Все, спасибо. Спасибо большое. Парень, организаторщик, а я думала, что я вас выключила, а не выключила. Руки золотые, все, хлопчик, а он так хорошо. А ну, вернусь, или же не вернулся. Эксперимент провести. О, вернулась. В общем, машина эта очень мертвая, ну, потому что гидравлика стынет. Так, все, поехали. Не думала. Я говорю, так, а стоит паниковать за пенсией или нет? Она говорит, да не, может, когось найдем, а так, скажу. Ну, у меня не мать телефона, она говорит, что я буду созваниваться, я госи, то есть придется. Ну, мне сказали, что они меня знают, мне нужно взять мамон паспорт, и с этим паспортом, значит, приходить. Чего я вчера не поехала, когда узнала это все? Но я что-то думала, что задержали, потому что Юлиановичу, он получает 9-го, принесли, а это же воскресенье было, не подумала, не подумала просто. Так, аж, 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 повода держать, понимаете? Сейчас нагреется, быстренько. можно позвонить Виталику, директору автосервиса, мы там машину, мы ему, я ему звоню, но тогда не дома, он там занимает очередь, и приезжаю, он ему, а сейчас пройдусь оттуда, до автомобильного базара. Ой, собака как одета в одежду, все, поехали. Мои хорошие, печальная, конечно, вот это видеокусок, то, что вот так вот с пенсионерами, где-то по такой скользоте, вот эти пенсионеры должны, вот представьте себе, где мы, а где-то почта. Ну, это хорошо, что я маму могу привезти, а у кого-то же нету, человек сам, это неправильно, это неправильно, нужно обязательно искать почтальона, платить деньги, чтобы он разносил вот этим старушкам, одиноким пенсии. Ну, будем ждать звонка, но я потом вам расскажу, чего-то закончилась эпопея, но пока пенсию не получили, так что, сейчас позвоню, чтобы заеду за наукулы, мне позвонят, что деньги придут, чтобы ее взять.